день добрый брестский бульвар но только если чуть-чуть да да мы кого-то ждем или там смотрите машина стояла посмотрите есть там нет сзади ларгус ларгус машина черная да да ну стоит да а что все можно ехать точно да да поехали слушай вопрос такой мы сможем мне вот надо доехать до этого до брестского мы сможем попробовать как-то чуточку может побыстрее немножко ну чуточку она я смотри пожалуйста поехал этот ларгусы до третья тачка стоит пока что что я не понял доехать вы смотрите 3 но увидите какая ситуация дорожная да да и мы быстрее можем только если по встречке по встречке если только по встречке не надо смотрите мне надо быть чуть-чуть побыстрее доехать и вот этот ларгус который дай если он стоит как-то попробовать чтобы может быть куда-то затеряться немножечко проехать но чуть-чуть мимо него как-то короче надо немного побыстрее проехать нет давайте своими словами что то что я пойму вам нам нужно типа оторваться от этого ларгус не ну что сделать то надо чтобы он да да как-то либо пропустить его либо уехать от него лучше его не надо пропускать чтобы он с нами не равнялся вас донированы окна но все равно лучше чтобы он не равнялся с нами нет ну я понимаю только если нужно будет так делать да все таки потоп в городе он сами понимаете да он вот таким вот образом работы без нам нужно это сделать давайте так я вы мне поможете я вас очень хорошо отблагодарю познайте мне много раз об этом говорили поэтому хотелось бы понять как хорошо у меня в зависимости от того скажем так насколько вы хорошо меня отблагодарить вас на меня евгений зовут евгений меня игорь зовут игорь давайте так попробуем сделать я вам дам давайте примерно десятку вам да ничего себе да давайте десятку я понимаю что вам вряд ли кто-то предлагал такие цифры но дам я вам десятку за за 6 минут вам когда платили столько денег то есть если мы доедем за 6 минут вы дадите мне 10000 до а вы уверены что вы хотите заплатить такие дусти мне я уверен что я хочу оторваться от этого ларгуса который там сзади стоял о чем вам так пожалуйста да мне очень надо этот вопрос решить я честно говоря действительно первый раз такое предложение я правда сейчас так сейчас так смело забираю деньги не понимая смогу ли я это сделать на самом деле но смотрите до светофора я ничего не могу сделать вы понимаете да а после светофора я соответственно постараюсь на всю сумму вам помочь если вам действительно это нужно а у нас у меня вопрос такой а у нас не будет проблем если он реально за нами я надеюсь конечно я от ларгуса смогу уехать но у нас не будет проблем каких-то да вы мне хочешь скажите счетом да потому что вы платите 10 тысяч за пять минут может нас сейчас из автомата там покрошат блин я не за или ваша жена расслабься на самом деле очень просто давать я я ну короче я занимаюсь таким бизнесом нестандартным я занимаюсь недвижимостью и у меня одна из фишек я веду свой youtube канал и рассказываю на нем о том как я еще занимаюсь недвижимостью и у меня тут одна из тем была это не сливой нет он с трех машин короче одна из фишек было я делал короче сделку я сделал объект продал его я всю эту историю рассказывал себя на канале полностью товаре но мы сейчас вот сейчас давай короче смотри я просто я всю эту сделку я ее все освещал в этом у себя на youtube канале потом я вышел короче короче ситуация какая я вот до того когда у меня это вся сделка я мне почему друзья говорили о том что не стоит лишний раз рассказывать и афишировать потому что знаешь куча всяких фанатов идиотов может быть которые могут взять держимся лучше пристегнулся которые которые могут просто следить я не знаю может у меня белка какая-то и вообще параноя потому что я приехал снимать из ячейки деньги так и там эти были какие-то пассажиры тревожные я хотел на своей машине уехать у меня не получилось ну я подумал что не стоит сейчас уезжать на своем аккуратненько дни я подумал что не стоит уезжать на своей машине там бабушка видишь вижу да короче вы рассказываете да не отвлекайте водителя едем на всю десятку я короче суть в том что я забрал из ячейки деньги и смотрю тревожные какие-то типы на денег-то много если не секрет да нормально ну там давай так я тебе скажу что там больше десять миллионов я взял за это всего 10 тысяч рублей что-то я продешевил по моему ну в общем ладно давайте до конца то расскажу в том что я выхожу и там сам утерлись какие-то типы причем они зашли вместе со мной туда банк и потом когда я уже выхожу я срисовал что они садятся в эту машину я понял что я на своей машине поеду и лучше вызвать такси короче вот такая вот у меня история хрена себе история в общем ну youtube такая штука я понимаю что на самом деле не всегда он полезен для бизнеса а вот здесь мы как раз едем на часть средств не 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 будем мы никого здесь сбивать все нормально а как канал то называется если не секрет а ты смотришь ну скажем так имею отношение рантье он чисто недвижимость он такой не для широкого зрителя но ты хочешь это сделать да красный свет в общем он не для широкого зрителя поэтому и не знаю может быть не видел но теперь увижу рантье да я как хочу то уже поехать на красный у меня вообще все вспотела бабушка да сейчас извини тебя запускать не будем лучше но еще у нас чисто да я знаю короче я так никогда не ездил дети так могу сказать возможно у меня просто белка какая-то это профессионализм ну если вы платите за эту белку то почему бы не как говорится честно я и вообще в первый раз мне причем друзья все говорили на хрен ты рассказываешь об этом есть в этом логика лучше вот до таких деталей все-таки не не подниматься не опускаться потому что может быть я все видео закрыл на ю тубе я надеюсь что все будет в порядке но будем надеяться да чё же вы это ну блин я так понимаю вы часто наверно просто и у вас ну совершаете такие сделки у вас уже слег но стерлась ценность денег да получается что мы ему там не знаю низком по не знаешь тут чем в чем вся соль я не но это не не мои деньги это деньги я являюсь ну как агентом да я создаю готовые объекты и потом занимаюсь реализацией этих объектов но вопрос в том что я с мне приходится самому это все дело решать и ну теперь я на самом деле больше так делать не буду суть в том что мне надо потом эту сумму просто перебиваю передаю дальше своим клиентам я получаю за это свой процент но он достаточно неплохой он достаточно неплохой но мне приходится нести ответ за чужие деньги и это вот не очень радует застыл то мне кажется мы это уже не можем 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 так нет сильно не стоит биллу устраивать гоночную в общем да у меня клиенты сейчас в офисе ждут мне просто я передам эти деньги и с меня собственно вся ответственность пишется и у меня проблем потом не будет но и вообще лучше знаешь есть такая тема называется искру считать теперь я думаю еще лучше через них работать понять не логичнее для всех ну я далековато от этой здесь налево здесь налево не спеши что она ты кстати уже уже ничего не что-то так поддержал хорошо слушай но вы не удивлюсь я же объяснил за десятку вполне могу себе позволить позволить и вот так покататься все давай спасибо большое если что я нададе мы доехали за четыре с половиной минуты счастлива ох первый раз у меня такое чуваки легкие бабки на относительно конечно легкие главное чтобы мне теперь не плите не прилетела куча штрафов за красный свет за бля еще какую-нибудь воняет покрышками у меня как думаете правильно я сделал или нет ну а чё 10000 я мои 10 мать его 1000 два дня работать надо ух я сам вспотел было бы прикольте по десятку плачу едем вдруг отпускаются у ларгуса стекла да и пошла хуйня надеюсь что такое у меня никогда в жизни не будет но с другой стороны чувак чё не стал рисковать десятку любых таких клиентов на самом деле они те которые можно побыстрее за 117 рублей бля тут чувак я все понял вот чирик поехали когда понты подкрепляются нужным действием они просто да я на самом деле триллиардер просто сейчас но блять решил опуститься к людям пониже как бы езжу на экономе как говорил лёня голубков рекламе ммм пойду куплю жене сапоги пишите лёня голубков рекламе ммм